МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио и компанию Гомелю. В студии працуем Марина Джалая. Глядите в этом выпуске. В Беларуси повышаются пенсии. Отповедный указ подписал президент страны. Материально-техническая база спортивных объектов региона и развитие туризма. ГТ и другие вопросы сегодня в центре уваги у дельников выездной коллегии Управления спорта и туризма Аблвыконкама. Проверка готовности системы оперативного реагования. В Гомельской области дадены старт республиканским учениям. Сусветный фестиваль молодых и студентов в Сочи онлайн. Порция уражения от делегатов из Гомельской области. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. В Беларуси повышаются пенсии. Отповедный указ подписал президент краины Александр Лукашенко. Документом продугледживается проведение переразлику працованных в пенсии. Это связано с ростом средней заработной платы у республицы. У вынику с 1 листопада пенсии повеличатся прикладно на 5%. Так, средняя в номинальном выражении вырастет приблизительно до 315 рублей. Нагадаем, в Женевне средний помер этой выплаты складал около 300 рублей. Это было прикладно 35,5% от средней зарплаты по Беларуси. Развитие материальной и технической базы спортивных объектов региона и развитие туризма. Это и иншее вопрос. Сегодня обмерковали у дельники выездной коллегии Управления спорта и туризма Гомельского облаконкана. Ситуация в Голине ознайомился Олег Сентюроу. Для областного управления по спорту и туризму гэта плясовка перш за все приклад поспехового притягнения инвестиций. Необходность экономии бюджетных сроков не означает отмого от развития материально-технической базы. При тем, что таки приклад на гумышлене не одзины. У тем же Ветковском районе с допомогой инвестиций навыд филиал специализованный дитяча юнацкой школы Олимпийского резерва открыли. Еще совсем недавно гэта будынок не просто не выкрыстовывся. Его стан был таким, что уявлял реальную небезпеку для жахаров вёске. Для наведывания гэта объект на выездной коллегии областного управления спорту и туризму заплановали не выпадково. Гэта приклад одночасова и притягнение позабюджетных сроков. Гэта успехового выкрыстания майомости, якая ранее не приносила никакой колеси. Еще один приклад для переймания с вопыта школы – развитие платных послуг, что так само-то помогает отновлять материальную базу. Не бюджетом мы зарабатываем деньги только на тренажерном зале. Но сейчас у нас одно множество появилось, опять же, благодаря управлению спорта и туризма. Мы открываем наш фитнес-зал. Уже потихонечку наши женщины, наши девушки начинают ходить, все это уже пробуют на себе. В областном управлении спорту и туризму означают, что при наявности сучасной спортивной базы можно оказать развитие спортивного туризма. Особливо, когда установы Галины будут спрацовать в кооперации с санаториями и базами отпочинка. Минавито тут принимают амальпалу туристов, которые наведывают Гомельскую область. Аздоровленческий и медицинский туризм сегодня наибольшь популярны. Другая половая – так званые транзитные туристы, т.е. бизнесмены и паломники, якие знаходятся в Беларуси проездом. На жаль, сегодня развитие туризма у регионе у значной ступени, стремливая недоход месту для якосных отпочинку. Т.е. коммунальные гостиницы часто не отповедаются навыд минимальным потребованиям. Ситуацию выратовывают головным членам агросядибы, 50% за каких премиум-класса. Эту проблему придется выражать в любом выпадке. Замеченные туристы все больше активно начинают открывать для себя Беларусь. И это шанс необходимо выкраситься в количестве для региона. Наш показатель по 9 месяцам мы ожидаем в районе 111-115%. К уровню прошлого года это при плане 103,6% довольно-таки неплохой результат. И здесь приятно отметить практически все регионы с этой программой и с этой задачей справляются. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомельф». В Беларуси начались командно-штабные вучения по реагованию на радиоцинные авары за делом органов управления и силой державной системы по перереджению и ликвидации надзвучайных ситуаций. Первый этап – посаджение представников ситуационного штаба и комиссии по надзвучайных ситуациям Гомельской области. Комплекс задач и необходимых действий обмерковывался на селекторы с Минска. Вучения имеют республиканское значение и закликаны допомогти отказным службам и ведомствам до автоматизма отработать алгоритмы действий в результате радиоцинных аварий и техноенных катастроф. Значимость этих учений обусловлена, естественно, строительством белорусской атомной электростанции. Просчитываются различные варианты функционирования, в том числе, возможно, какие-то аварийные ситуации. Кроме того, за пределами нашей области находятся следующие атомные станции, как Ровенская на Украине, Смоленская станция в России. Естественно, мы готовы должны быть к реагированию на различные чрезвычайные ситуации, которые там могут быть, случиться. В Гомельском областном управлении посяжение проходило с уделом наместника старшини Гомельского облаконкома Владимиром Горбачевым и керавниками ведомства, которые имеют дочинение до мероприемства. У областных центров уступные задачи по вучениях уже поступили. Далее их отримают на одном из програничных переходов, а так само в Житковицком, Кармянском, Речицком, Светлогорском и Хойницком районах. Возложены значительные задачи на коммунальные технические службы, в частности по обеззараживанию одежды, по обеззараживанию населения. Проводится комплекс мероприятий, дорожные службы участвуют, в частности по развертыванию санитарно-обмывочных пунктов. Проверяется готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты со складов резерва для населения, которые попадают в зону поражения. Ну и реализуется комплекс других мероприятий. Держаутоинспекция до 26-го Кострышника проводит республиканскую профилактичную акцию «Час стать прикметным». Ее задача в черговый раз – вернуть увагу пешеходов на необходность выполнения правил обеспеченных по воде на дороге и выкористания фликеров. Маршруты рейдов супрацовников ДАИ проходят в празмесце массового руху. У часы пика и в темный час суток будут отпрацовываться нерегулируемые пешеходные переходы. А так само в улице, где наибольша часто отбываются ДТЗ. Усе аварийно-небеспечные участки доследуют на предмет наявности необходных техничных сродков организации руху. Инспекторы нагадают удельникам дорожного руху об корысти фликеров. Так само заплановано бесплатное распаусюдживание ихсяродно-сельництва. В жлобине с упрацовниками отделения по наркоконтролю с упройдением гандлю людьми районного отдела внутренних справ затримано свыше одного килограмма на сваю. Он был конфискован у 24-х годового непрацующего мясцового жихара. Месяц тому молодой человек уже троплял в поле сроку милиции. Тогда при им выявили три пакетики на сваю. Зараз, меркующий по конфискации, до реализации не дайшла буйная партия забороненного речева. Однако даденый факт затриманный отмоляя. З его тлумачения у кило на сваю он набыл у Москве для особистых потреб. Порошенний суда Жлобинского района на мужчину был накладенный штраф у померы 12 базовых величин. В эти дни планета сочет за найбуйнейшие подеи у сферы международного молодежного взаимодействия с усветным фестивалем молодых и студентов, которые сейчас проходят в Сочи. Его удельниками стали больше 20 тысяч молодых людей со 150 стран света в возрасте от 18 до 35 лет. На одной плясуце собрались молодые лидеры из разных сфер. Представники громадских организаций, журналисты, предпринимательники, навыковцы, творческие и спортивные молодые, IT-специалисты и многие другие. Нашу краину представляют 300 человек. 25 их делегация Гомельской области. В планах наших земляков презентация студотрадовского и волонтерского руха, распроцовок молодых белорусских новаторов, сделанных в рамках проекта «100 идей для Беларуси», а также белорусских традиций и достигнений Украины в разных сферах. Даруше об ходе мероприемства фестивалю молодь расповедает в режиме онлайн. Неколькие их виды привитания убачим прямо зараз. Добрый день, Гомельская область. Меня зовут Кирьянов Максим. Я участник Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в городе Сочи. Нас поразила своей грандиозностью церемония открытия и поднятые вопросы на ней. Прямо за мной находится экспозиция Республики Беларусь, которая пользуется просто огромнейшей популярностью среди всех гостей и участников этого форума. Друзья, это просто нечто. Сегодня был мастер-класс Безрукова. Вечером я иду на мастер-класс Бондарчука. Вы представляете? Все это здесь, друзья, все мировые звезды. Также здесь просто огромная, широченная площадка Республики Беларусь. Привет, Гомельской области и Сочи! ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомит Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин